Приветствую вас. Ситуация, которую описываете вы, она, знаете, как это, наверное, сейчас принято говорить, популярна. И популярна эта ситуация не только потому, что она встречается часто, а потому что самая дискуссионная. На неё, проще всего, ответить с психологом и на неё, проще всего, дать какую-то обратную связь, то есть специальных знаний. Ситуация ваша пребудет в меньшей степени, чем какая-либо другая ситуация, другая проблема. Что я вам могу сказать по предмету? Наверное, подвергшу я по большому счёту эксперта Лидию в том, что она вам сказала. Потому что, ну вот, знаете как, есть несколько основных моментов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, значит, ну, несколько моментов, это не два момента. Значит, во-первых, если девочка спрашивает, есть ли там дискусс для снятия лака, и вы отвечаете, да. Это означает, что она хочет этот лак. Это означает, что он ей нужен. То есть вы, когда спросили её, что вам хочет ли она, значит, ну, хочет ли она, чтобы вы её подарили, вы этим самым, её оскорбляете. Ещё раз повторю, с её позиции, с её точки зрения, вы её этим вопросом оскорбляете и выставляете себя жадным. И здесь дело даже не в том, что она привыкла, что за неё платят, не привыкла, что за неё платят, не важно. Но положила она в общую покупку достаточно такую вот мелочь, да. Ну, если вы раньше её приглашали к себе и угощали её тоже, то логично, что она будет думать, что вы, ну, заплатите за такую мелочь. Тем более, тем более, что покупки, которые вы делаете, вы делаете проще, как я понял, на свои деньги. То есть мыслите здесь, и вы, к сожалению, достаточно предметны. Как бы не делаете скидку на то, что у девушки есть своё собственное восприятие мира, не считаетесь особенностями, с индивидуальностью её восприятия окружающего мира. То есть вы ориентируетесь здесь только на себя. Далее, значит, вот вы пишите, что выясняется, что она привыкла, что мужчины платят за неё везде. При этом вы пишите о том, что, значит, с девушкой вы встречаетесь достаточно давно, третий месяц. И как вы за три месяца не выяснили, что она привыкла что-то не уплатить мужчины, а у женщин реально есть такая позиция того, особенно у русских женщин такая позиция есть. Ну, то есть у женщин именно славянских, да? Ну, вот, как вы не выяснили за три месяца подобных вещей, не очень понятно. Далее, значит, далее вы пишите, у меня достаточно практичное отношение к деньгам. Хорошо, у вас могут быть практичные отношения к деньгам, но когда вы начинаете встречаться с другим человеком, вам нужно самому для себя определить, как бы, принимаете ли вы отношения к деньгам другого человека. Вот, например, предпринимаете ли вы отношения к деньгам вашей девушке или нет. То есть, если нет, то вы требуете от неё относиться к деньгам так же, как относитесь к вы, и тогда она либо соглашается на это, либо нет. Либо вы принимаете её позицию просто потому, что отдаёте себе отсчёт в том, что к деньгам нельзя относиться одинаково. То есть, два человека относятся к деньгам парадным. И их отношения к деньгам, это, по сути, продолжение самой индивидуальности человека. Далее, вы пишите, что вы выросли в достаточно стартанских условиях. Вот, этот момент вы не раскрываете, но он очень важен. Ведь, понимаете, спартанские условия, то есть, условия, при которых вы чувствовали постоянные ограничения, эти условия, они достаточно травмирующие. И вполне вероятно, что у вас остались некоторые страхи из детства, у вас остались некоторые невыраженные орбиды, нереализованные желания, и непонимание того, по каким причинам, собственно, были созданы и поддерживаемые эти самые условия. С этим нужно вам разбираться отдельно. Бартанские условия, условия ограничения, условия дефицита, вырабатывают, ну, своеобразное поведение, своеобразные отношения, и во избежание дальнейших конфликтов, во избежание подобных ситуаций, вам необходимо четко проработать свой вопрос. То есть, например, если вы считаете, что Ну, вот, вы говорите, да, что у меня практичное отношение к книгам. То есть, практичное, это какое? Практичное. То есть, вот, например, у девушки практичное отношение тоже может быть. Она с мужчиной, мужчина, если он хочет быть мужчиной, он для нее платит. В противном случае, если она платит за себя, то чем ли мужчина отличается от девушки? Оборот, дискуссионный, безусловно. У каждого есть свое мнение на этот счет. Но поймите простую вещь, что без выработки своей чехоткой позиции, которая была бы удобна вам, причем позиция, которая не была бы продиктована ни вашими страхами, ни вашими комплексами, ни вашими невыраженными желаниями, и так далее. А позиция свободная, свободная и волевая. Вот такая эта позиция, может быть, жизнеспособная, вы смогли бы искать себе такого партнера, который бы вас устраивал. Далее, вы пишете о том, что ваши границы нарушили. Мне показалось, что она мне навязывает решение. Будто надо мной манипуляцию совершили, хотели меня поютить, я оставлю в свободе воздержаться. К сожалению, видеть ли, то, что она как бы рассчитывала, что вы купите ей лак, риск для снятия лака, говорит скорее о том, что она вам доверяет, ну или о том, что она позволяет вам быть рядом с ней мужчиной. Никакого юзания именно в плане вот использования, в плане манипулирования нет. Это являлось бы таковым, если бы вы серьезные средства в нее вкладывали, она бы вам, например, не отдавала, не давала бы никакой обратной связи. Это да. Но, если вы от ней встречаетесь, если вы вроде как ее мужчина, то она имеет полный право, как женщина считает, что вы можете покупать ей какие-то вещи, ну и этим, собственно, для нее я отличаюсь. Мужчина от женщины. И никакого манипулирования здесь не было. То есть, конечно, она поступила определенным образом, она почитала эту вещь мелочью. Но это действительно была мелочью. И вы представьете, что это копейки. Но вас это задело. Значит, вы чего-то боитесь. И это то, о чем говорит вам Лидия. Что вы чего-то опасаетесь, этот страх постоянно в вас живет, страх, что вами будут манипулированы. Но с какой стати вообще вами кто-то будет манипулировать? Зачем это человеку? Какой у него мотив? И как сделать так, чтобы человек вами не манипулировал? Как сделать так, чтобы ему это было не выгодно? Ведь манипулируются люди не просто так. И решение вам никто не навязывал. То есть вы могли бы просто сказать ей спокойно, что за это платишь ты, или вы могли бы просто спокойно сделать этот подарок, тем более что-то именно копейки, но на более серьезное вы просто не соглашались бы и так далее. То есть манипулирование это скрытое, это тайное управление, а здесь ничего такого нет. Если конечно девушка не считает, что вы от нее чем-то зависим. Далее значит ваше тело очень четко на подобные ситуации реагирует отторжением. Ну вы знаете по описанию действительно элемент такой вот защитной реакции. защитной то есть вы защищаете себя от чего-то помимо от тех спартанских условий, которые для вас были чем-то негативным и как-то унижали вас, может быть делали хуже по вашему мнению и так далее. Либо что-то еще. но отторжение это защитный механизм. Защитный механизм это ну собственно бег от проблемы. То есть защитный механизм призывает купировать проблему, но не лишить ее. Далее вы пишите такую важную вещь, что любите сделать подарки тогда самостоятельно этого захотите и лишить. вы понимаете в чем дело? Это вот в тот же момент. Дело в том, что женщина вообще по определению сама не знает чего она хочет, что ей нужно. И она не знает когда ей понадобится подарок. Она не знает что ей понадобится в качестве подарка. Она не знает в каком количестве. И когда вы говорите ей о том, что вы дарите подарки лично, когда решите захотите этого сами, вы по сути дела на ее языке, на языке эмоций вы говорите «Я буду дарить тебе только тогда, когда я сам посчитаю нужным». при этом меня не очень волнует и хочешь ты этого или нет. То есть если я решил, я сделаю тебе подарок. И ты должна меня за это благодарить. Если ты чего-то хочешь, изволь ждать, пока я решил тебе что-то купить. вот так еще раз повторю, по ее мнению, по ее восприятию звучит то, что вы ей сказали. И это совершенно не есть хорошо, что вы сказали. Ничего хорошего в этой позиции к сожалению нет. Потому что эта позиция говорит девушке о том, что вы стремитесь к тому, чтобы делать подарки всегда, когда хочется на блэк, когда комфортно вам. То есть делая подарки, вы думаете о себе, но не о ней. И для чего делать подарки задает она себе вопрос, если вы думаете, когда делаете их, вы думаете только о себе. На этот момент тоже вам необходимо обдумать. То есть если вы делаете подарок, то для кого? Почему вы ориентируетесь в подарки для кого-то на свои желания и на свое решение а не на желание и решение другого человека получается что вы подарок делаете для себя а не для людьми для человеческого. И это можно расценивать как эгоизм. Не осознанный эгоизм. Далее. Почему надо циклиться на этой ситуации и пишите вы не могу ее принять. ощущение что энергия настряла в горле будто что-то недоговорила и это важно проговорить. Ну по тому, что вы написали возможно вы имеете ввиду здесь что как бы по диалогу с ней по диалогу с ней получилось что вы жадны. По диалогу с ней получилось что вы скрягали вы сами наверное почувствовали что вы себя таким выставили а поскольку в действительности вы по вашему мнению не такой то вы и хотите на нее донести за девочкой я имею ввиду что вы не такой но вас в гости для этого вы не видите потому что собственно ваша позиция уже была высказана высказана и эту позицию вам ну мягко говоря не поправить эту позицию вам не поправить потому что по крайней мере так вы думаете потому что ее глушь озвучено это именно то что вы не можете выразить девушке то есть свое истинное отношение и к деньгам возможно и к тому что для вас важно и ценно так как обычно очень часто бывает что вот какая-то ситуация происходит какие-то эмоции по поводу ситуации есть чувства какие-то есть начинаешь говорить и понимаешь что говорить совсем не то что чувствую а вот слов подобрать для того чтобы сказать именно то что хочешь не может такое бывает и вам в этой ситуации необходимо ответить в первую очередь на все те вопросы которые я вам задал и возможно проблема проработит те которые я озвучил и тогда вам будет легче то есть вы вполне вероятно сами не понимаете чего вы хотите от девушки вы вполне вероятно девушку не до конца понимаете вы вполне вероятно мыслите эгоцентриско то есть исключительно судите о людях по себе и отношение к некоторым вещам вы проецируете на других людей не допуская что они могут думать иначе не так как вы и отсюда могут не возникать подобные проблемы ну и конечно может быть вы скорее всего вы не до конца понимаете чего именно вы хотите потому что ну вот если вы не можете понять что вам хочется проговорить то это значит что нет никакой единой гармонии единой позиции в вашем отношении к деньгам и к подарку ну вообще к тому что связано с материальным состоянием и соответственно наверное с тем значением которое оно для вас имеет то есть последователь все дело в том что для вас значит материальное благосостояние и конфликт произошел нереальности по моему мнению хотя формально это так формально это так но реально произошел конфликт ваших ценностей которые сформировали и установили ваши родители и вы сами в результате своего детства и тех ценностей которые бытуют между ну как бы в отношениях между мужчиной и девушкой по сути дел и вам предстоит найти себя в этих отношениях то есть какую позицию вы будете занимать вот когда и если позиция будет выработана тогда и проблем никаких не будет и говорить вы будете именно то что хотели бы сказать значит как решить гестальт пишите вы гестальт для решениях нужно так выработать и осветить свою позицию по отношению к деньгам понять ее отношение для вас лучше чем это есть сейчас и свою обновленную более построенную под отношения с людьми позицию донести своей девушке вы не можете объяснить человеку то чего не до конца понимаете сам а засыпленность произошла из-за внутреннего противоречия то есть по сути невроза вы пытаетесь быть тем кем вы не являетесь вот так я думаю можно ответить вам на ваш вопрос на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы дополнительные у вас остались буду рад помочь пишите в личку если понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи